Украинский баскетбол всегда плясал от украинского государства, начиная еще с 90-х годов. В 90-х годах у нас была бандитская Украина, и у нас Швеченко, Табашенко, президенты баскетбольных клубов, они были убиты, была история. Потом у нас были 2000-е годы, когда появилось несколько крупных людей, которые занимались крупным бизнесом, и отталкиваясь от этих людей, поэтому появлялись какие-то новые клубы. Вместе с тем возникла другая проблема, когда в стране стало ограниченное количество инвесторов, которые готовы вкладывать большие деньги в спорт. И поэтому украинскому баскетболу где-то повезло, что у него появился Дмитрий Фирташ, у него появился Коломойский. Но, с другой стороны, альтернативы богатым этим людям, мегаолигархам, по большому счету, не было. Теперь наступило другое время, когда в стране большие перемены, и баскетбол отходит, если он был на десятом плане, то сейчас он отходит вообще на 50-й план. Но, в общем-то, никто за пределами вот этой баскетбольной общественности даже не в курсе о создавшейся проблеме. И, безусловно, это трагедия Суперлиги, которая с 2009 года вкладывала массу денег. Это проблема клубов, которые, опять-таки, получали эти деньги, но тратили их ненадлежащим образом. И у нас уже получается так, что год нету Суперлиги, как организации, которая реально что-то решает в украинском баскетболе. Прошел всего год, но бренда Суперлиги нету, бренда украинского баскетбола нету. Соответственно, что мы за эти деньги приобрели? За те деньги, которые мы тратили до этого.